Друзья, привет! Сегодня ваши любимые бордовые шторы, но за окном очень яркое солнце. В общем, давайте разбираться по рынку. Прошу прощения, что не выходил некоторое время в эфир. Что-то мне не очень хорошо, совершенно не до выпусков было. В общем, с предыдущего выпуска давайте сделаем под итог. Соответственно, текущая цена 11 тысяч долларов. С предыдущего выпуска ожидал отскок. Как минимум, кора у нее 10 тысяч 800 долларов. Его мы с вами получили. Но мне очень не нравится то, что мы стоим 11, тестим 11-200. Безумно не нравится. Свои соображения, конечно, я вам опишу. Но вот это удержание, оно не очень сильно здоровое. Такое ощущение, что могут дать еще один локальный импульс в прошлую зону проторговок. Сейчас мы, конечно, даже близко к ней не стоим. Показываем то, что сил на пробой сейчас нет. Потому что если мы отслеживаем биржи, там не идут какие-то аббусельные объемы. Там объем вылезает, когда мы подходим обратно к уровню поддержки. В общем, сейчас поделюсь всеми своими соображениями по рынку. В локальной, среднесрочной. Ну, глобальную перспективу неоднократно уже обозначал. Ну, совсем кратко тоже обозначу. Надеюсь, вы не забыли поражать свой царский лайк. Мы начинаем. Так, сразу, видите, открыл на крупных таймфреймах, на дневках для всех тузимунщиков. Ни о каком тузимуне конкретно сейчас мы с вами не имеем права говорить. Так как, вот видите, вот у нас каналчик про торговки, вот о котором я говорил в выступлении. И вот у нас текущий уровень, где мы уже замедляем движение. Пока мы не выйдем сюда, на более крупных таймфреймах, мы здесь не покажем с вами ложное пробитие, соответственно, перекрытие вот этого движения к верхней границе, ни о каком-то тузимуне говорить нельзя. Будьте все-таки благоразумны, ребят. Сейчас я вам опишу свои соображения, какие вообще по-хорошему в данном сетапе должны быть. Ну, вначале короткая рекламная вставка, и все с вами спокойно обсудим. Проект, доказавший свою честность и надежность быстрыми выводами дивидендов и личного вклада, позволивший заработать хорошую прибыль многим вкладчикам, это goeth.io. В данном проекте можно кратно приумножить свою крипту, получая от 3 до 18% ежедневной прибыли к своему вкладу. Ложил данный проект 5 эфира и ежедневно наблюдаю за накопленными дивидендами на счету. В день чистая прибыль с 5 эфиров составляет 0.25 эфира. Эквивалентом 92 доллара или 7000 рублей ежедневной прибыли. Вывести личный вклад из проекта можно в любой момент. Функция вывода личного вклада в любой момент дает возможность заработать на данном проекте неделю, две, а затем вывести весь личный вклад с прибылью, не рискуя более ничем, и наслаждаться своей прибылью. Так как проект проверенный, сейчас самое подходящее время для участия и заработка на данном проекте, так как вложившись в первый месяц работы проекта, вы ничем не рискуете, а проект запустился несколько дней назад. Ссылка на проект goeth.io в описании под роликом. Значит, давайте сразу смотреть среднесрочный стап. Что по-хорошему я здесь ожидаю. Напоминаю вам то, что у нас с вами уровень поддержки это где-то 10800 долларов. Я думаю, если мы с вами смотрим актив, вот давайте недельку откроем, так будет удобнее и понятнее. Вот видите, вот он этот отскок недельной свечой. Я думаю, неделю должны закрыть ниже. Я бы все-таки вот этот сетап рассматривал бы с большей вероятностью закрытие под уровнем 10800 долларов. Даже если это будет какое-то короткое закрытие и, соответственно, возвращение в консолидацию. Что касается совсем локалочки, давайте с вами посмотрим. Здесь довольно интересная реакция на уровень 10100-10200. Только к нему подходим, здесь вылезает продавец. Как видите, вот у нас с вами была, соответственно, некая консолидация. Можно рассмотреть, как какая-то фаза накопления. Ну, я здесь говорил, что мы будем отскакивать. Соответственно, этот отскок мы поймали. И смотрите, как выглядит сейчас ситуация. Сейчас мы упираемся в сопротивление. Сопротивление мощное. Вроде как человек, который заходит на этот рынок, видит вот это восходящее движение. Это уже для него импульс набрать здесь позицию. Я думаю, что вот это движение, конечно, все-таки больше развод и стоит с него ожидать коррекцию. Куда ожидать коррекцию? Конечно, это уровень 10800 долларов уже по-хорошему должен пойти на пробитие. Но ключевая зона для себя, которую я тут рассматриваю, это 9950. Где она здесь? 9950. По-хорошему, мы здесь в этот уровень должны откорректироваться. Конечно, сетап у нас ломается при возвращении в канал. Но вероятность на это, я думаю, здесь гораздо ниже. Я скажу честно, вот знаете, есть такая фраза, верю-не верю. Вот я не верю, давайте на часовичке перейдем. Я не верю то, что вот эти вот, ну, что такое, давай. Я не верю то, что позиции, которые засажены вот здесь, вот на этих уровнях дадут распределить. Вот так быстро, сразу вернув сюда, дальше показав пробитие, полетев еще круче. Нет, я больше все-таки вот это дело, вот мне там писал к прошлому выпуску человек, типа, я один тут вижу аптренд, да нифига здесь нет аптренда, вот он у нас, раз, фрактал, два, фрактал, три. Он у нас идет, и вот его поломали, и сейчас идет ретест. С большей вероятностью вот этот вот, точнее, вот этот вот уже сетап, он с большей вероятностью может показать продолжение нисходящего движения. И здесь это надо как следует и очень хорошо понимать. Плюс хотел бы обратить внимание, что на альткоинах уже прошли выносы, что тоже лишний раз подтверждает, что в рамках среднего срока стоит ожидать с большей вероятностью коррекционного движения. Давайте, раз открыл здесь, сразу хотел бы обозначить глобалку. Напоминаю, что глобалка здесь нераспределенная, глобалка неразгруженная. По ФИБе разгрузка это где-то уровень вот сюда вот, а это должен быть 7200-7600. Где он? А, нет, вот. 7300-7600. Вот это уровень, куда по-хорошему в рамках ФИБы мы должны с вами разгрузиться. Что касается совсем локальной ситуации, я все-таки считаю, что еще чуть-чуть можем потестить, даже можем небольшой сквиз показать. Но вот эта локалка, она совершенно не важна, так как с большей вероятностью продолжение данного движения будет довольно резким дампом. И учитывая ситуацию на недельках, я думаю, что уже довольно скоро. То есть я думаю, довольно скоро мы с вами будем закрываться под уровнем 10800 долларов. Что касается моих позиций, после того, как я закрыл шарты, соответственно, я не перезаходил в рынок. Почему сейчас не набираю шарты? Потому что есть вариант пройти выше. Если, например, уровень 12-12500, ну, это было очевидно, что мы упираемся в крупное сопротивление, объем уже был после ускорения движений и тому подобное, ну, куча в этих факторов. И я брал с довольно низким риском шорт, то сейчас все-таки риск присутствует. Поэтому я предпочитаю. Я заработал на шарте круто. Я заработал в том числе и на ланге круто. Да, я не забрал все движение. Но все равно я довольно неплохо здесь заработал и могу позволить себе посидеть в Фиате. И лучше я посижу в Фиате, учитывая, насколько сейчас опасная ситуация. Конечно, конечно, я говорю за себя. Но я вот надеюсь, что я смогу объяснить вам, что надо смотреть график в целом. Нельзя просто посмотреть на то, что там мы эту неделю растем, значит, мы будем расти дальше и вырастим до 100 тысяч долларов. Это чушь собачья. Да, там, может быть, еще для каких-то новичков это как вариант. Но для тех, кто какое-то время в рынке, ну, блин, ребят, не ловите фома. Ну, я считаю так. Для этого вы, наверное, и смотрите мой канал. Посмотрим. Сейчас, на самом деле, самое интересное, как закроется неделька. Я думаю, что ее закроют ниже уровня 10800 долларов. В идеале это был бы нарисованный идеальный сетап. Знаете, как по книжке. Поэтому я думаю, что мы подзакроемся по 10800. Потому что то, что сейчас показывают, это реально школьный сетап, грубо говоря. Если сейчас будем стоять в консолидации, буду смотреть, что там в объемах. Если объемы будут, так же будем стоять в консолидации. После закрытия недельки, соответственно, бар закроется. Объемы будут, ровная полка объемов. Значит, будем рассматривать короткий сквиз. Но все равно продолжение нисходящего движения. Потому что это опять сетап будет, как по учебнику. Когда мы с вами выходим под уровень, чуть-чуть под ним тусуемся. И уходим дальше. В любом случае на коррекцию. Неважно, это коррекция перед более мощным падением. Либо коррекция на донабор сил, чтобы пробивать уровень поддержки. Но все равно мы должны будем уходить на коррекцию. Поэтому здесь вопрос времени. Ну, грубо говоря, вопрос времени. Когда мы с вами пойдем на коррекцию. Но в идеале я хотел бы, конечно, чтобы закрыли уже недельку под 10-800. В общем, соображения такие. Если они были вам полезны, поддержите данный ролик лайками. Свои же мысли оставляйте в комментариях. И если не подписаны на канал, подписывайтесь. До следующего выпуска, друзья. Работаем. Короткая рекламная вставочка. Проект, который доказал свою честность и надежность быстрыми выплатами дивидендов и личного вклада, это goeth.io. Ссылка на проект будет в описании под роликом.